Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Эконом, зоотехник и другие специалисты. Гендиректор АТП Денис Пырлок в своем телеграм-канале заверил, что его предприятие также располагает достаточно большим количеством вакансий и готовы еще и предоставить автобусы для эвакуации беженцев. Ожидается, что 500 человек прибудут в наш регион уже 24 февраля. Программа Экономика. Кировчане могут решить, где будут в Кирове размещать киоски и павильоны. Опрос на портале госуслуг проводит Департамент экономического развития и предпринимательства Кирова. Жителям областного центра предлагают анонимно ответить на семь вопросов. Их просят высказать мнение по поводу того, на каком расстоянии должны располагаться киоски от окон жилых домов, нужны ли торговые объекты на остановках общественного транспорта, а также какой ассортимент продуктов питания они хотели бы видеть. Опрос завершится 28 февраля. Мнение кировчан обещают учесть при размещении киосков и павильонов в будущем. Результаты анкетирования также хотят опубликовать на сайте городадминистрации. Экономика. На 101 АФМ. Далее информация от наших партнеров. Выручка – важная характеристика бизнеса. Порой она более показательна, чем прибыль. Как отличать эти понятия, особенно если вы привыкли мыслить исключительно денежными потоками? Рассказывает знаток всех тонкостей учета и планирования финансов руководитель компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Выручка – это количество проданных товаров или оказанных услуг, умноженных на их цену. Другие названия – это доходы, объем продаж и оборот. Но все это измеряется в рублях. У нее есть особенности. Она не может быть отрицательной, только положительной или нулевой. То есть, либо у вас есть деятельность, либо у вас нет деятельности. Она учитывается без косвенных налогов. То есть, это налог на добавленную стоимость. И она учитывается по документам. То есть, не все, что зашло на ваш расчетный счет – это ваша выручка. Не является выручкой из тех денег, которые не приходят на расчетный счет. Это, например, авансы. Поскольку у вас еще факта оказания услуг, либо отгрузки товаров еще не было. По размеру именно выручки нужно судить об успешности компании. Динамикой выручки поинтересуется грамотный кредитор или инвестор. Компетентность еще никому не повредила. Повышаем ее вместе с бухгалтером «Я». В завершении о валютах. Доллар на сегодня 76 рублей 77 копеек. Евро стоит 87.34. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM